Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Четверг, 26 апреля и начинаем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. А пара евро-доллар вчера смогла вновь обновить минимальное значение 24 апреля, дошли до уровня 1.2160, что на текущий момент подтверждает сохранение нисходящей тенденции и ближайшей цели по снижению – это область 1.2135. Ближайший разворотный уровень по данной паре отмечаем на максимальные значения, которые были зафиксированы также 24 апреля на уровне 1.2245. Пока торгуемся ниже данной отметки, тенденция остается нисходящая. Пара британский фунт, американский доллар, пока не смогла преодолеть минимальные значения, которые были зафиксированы 24 апреля, поэтому сейчас у нас находится стадия бокового движения по данной паре. И если британский фунт уйдет ниже минимума 24 апреля, то это подтвердит сохранение нисходящей тенденции. Ну а если увидим обновление максимальных значений, которые были зафиксированы вчера и 24 апреля, то в этом случае мы можем ожидать восстановительное движение, восходящее с целями роста до 1.42 и 1.44 соответственно. Пара американский доллар, канадский доллар на текущий момент продолжает свое восходящее движение. Ближайшие цели роста – это уход выше максимальных значений, которые были зафиксированы 25 апреля и движение далее по направлению 1.30. Ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы 24 апреля на уровне 1.28.10. Пара американский доллар, японская иена также сохраняет свое движение восходящее. Следующие цели роста – это область 109.93, а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимуме 24 апреля, который был зафиксирован на уровне 108.52. По паре австралийский доллар, американский доллар, тенденция нисходящая сохраняется. Ближайшие цели снижения – это область 7.503, а ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальных значениях. Также 24 апреля – это отметка 76.20. Пара еврофунт вчера смогла уйти ниже минимальных значений, которые были зафиксированы 24 апреля. 23 апреля, что в рамках часового таймфрейма нас переводит в фазу нисходящего движения по данной паре. Ближайшие цели по снижению – это область 86.81, а обновление максимальных значений, которые были зафиксированы вчера, вернет нас к покупкам уже по данному активу и возобновлению роста. По золоту тенденция нисходящая сохраняется. Вчера мы вновь обновили локальные минимумы, доходили до отметки 1318 долларов за тройскую унцию. Следующие цели по снижению находятся в области 1309-1308. Ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальные значения, которые были зафиксированы 24 и 25 апреля, на уровне 1332. Пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция нисходящая сохраняется. По нефтемарке Brent общее направление остается восходящим. Вчера мы доходили до уровня поддержки в области 73.28. Преодолеть минимум 20 апреля мы не смогли, поэтому на текущий момент тенденция восходящая сохраняется. Ближайшие цели роста – это уход выше максимумов, которые были зафиксированы 24 апреля на уровне 75.58 и движение по направлению на 77.78 соответственно. Но ближайший разворотный уровень остается на прежнем месте – это отметка 7309. Индекс DAX сегодня с утра торгуется выше максимальные значения, которые были зафиксированы вчера на уровне 1.12485. Соответственно, сейчас в рамках часового таймфрейма мы можем ожидать возобновления тенденции восходящей. Данный сценарий будет актуален до тех пор, пока мы торгуемся выше минимальной значенияю вчерашней торговой сессии, которые были зафиксированы на уровне 12.311. По биткоину американскому доллару вчера мы видели снижение от уровня 9.700 до 8.700 долларов за один биткоин. Но преодолеть уровень поддержки в области 8.724 пока мы не смогли, что пока сохраняет тенденцию восходящую по биткоину в рамках часового таймфрейма, который мы сейчас рассматриваем. Если биткоин сможет закрепиться ниже уровня 8.720, то в этом случае мы можем ожидать начала коррекционного нисходящего движения с целями снижения до 7.800. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман. Как всегда напоминаю, что если вам нравится это видео, оно для вас полезно, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы, ваше пожелание писать в комментариях к этому видео. Всем желаю хорошего торгового дня и до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!